МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Родильном доме Гомельской областной клиничной больницы в День незалежности на свет заявились у сего два немауляты – хлопчик и девчонка. Это самый степлый покажек с 2008 года. Миновата тогда в регионе стартовала акция «С любовью до детей». Счастливых мать и новородженных Татьяну Захарову и Олену Алексеенко, веншуй наместник старшини Аблвы Конкамо Владимир Прывалов и представники Гомельской областной организации «Белая Русь». Для женщин приемный сюрприз стал полной и нешаканностью. Неожиданно как-то и празднично. Мне очень понравилось. Я благодарна, что нас не оставили без внимания. Ну, конечно, очень приятно, что не оставили без внимания. Мы даже не надеялись, если честно. Даже удивились, когда сегодня сказали нам. Ну, что, спасибо, конечно, очень приятно. Починаючи с 2008 года, 3-го липеня на Гомельщине народилися больше за 150 немаулят. И каждого маленького белоруса разом с матерью веншовали представники «Белой Руси». А в минулом году была организована новая акция. И детям, які уже ишли у школы, урушали их перший портфель. Подоронки отримали 22 першоклассники. Все лета гэта акция протягнется. Символично, что в День независимости, в нашей независимой, стабильной такой стране рождаются детки. Ведь это большой праздник для страны. А для каждого родителя, для каждого взрослого человека, наверное, самое почетное и самое приятное быть родителем. И это самый большой праздник, который происходит в семье, когда рождается маленькое чудо, происходит волшебство. Заразумело, покольни мауляты не ведают, уяки знашный день для Белоруссии народилися. Але безумовно, коли вырастут, яны станут достойными грамадянами краины и соправными патриотами. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем. Опошний аукцион червеня по продаже майомости, яка не використовуется, принес у бюджет Гомельской области 422 миллионы рублей. Новых господаров отримали шатыры объекты. Як поведомили в фонде «Гомеля» был майомость, а маль на усе лоты пратендовали по два удельники. У вынику сошел с молотка, былый пионерский лагерь, увез селяскавиши Петриковского района. Початковый кошт продажи у этого лота с 15 миллионов 800 тысяч рублей взрос до 110 миллионов. Плануется, что новый владельник будет выкористовывать объект для ведения туристичного бизнеса. До речи, этот покупник набыл и двухповерховый будинок у Жлобинском районе. В будущем тут з'явится древо, перепрацовшая вытворчасть. Былое школу в Петриковском районе у дельника аукциона набыл с метой створения гостиницы. И четвертый поспехово реализованный лот будинок с земельным ушастком у Калинковицким районе будет выкористовываться для организации гандлю. Сумная вестка пришла сегодня у наш коллектив. После протяглой хворобы на 80-м годе життя помер былый галунный режиссер Гомельского областного телебашения, член союза журналистов, член союза театральных деятел, наш коллега и настауник Вадим Дамьянович Есь. Он родился 11 червеня 1936 года у семьи настауника в городском поселку Василевича Речицкого района. Середню школу закончил в городском поселку Костюковка. По месту далечего жихарства и працы батьков. Еще в школе захаплялся театром, был активным удельником мастацкой самодейности. После учебы у студии при Гомельском областном театре в 1960 году пришел на Гомельское областное телебачение у якости помощника режиссера. Стоял левый току установления и развития регионального телебачения. А маль 40 годов свое мастерство и талент он отдавал маловядомому тадыяще мастацтву телебачения. Постегал его таемницы, постоянно повышал свой профессийный узровень. Завошно закончил факультет режиссуры Ленинградского института кинематографии. На Гомельском телебачении пройшел усе ступени профессийного росту от помощника до головного режиссера. Телеглядачи добропамятують его, как обаяльного и харизматичного ведущего телеперадачи «Наш кінеэкран». Режиссера шматликих дитячих программ, добровядомага сытырышнага дзеркача и многих іншых. А документальный фильм про Пантелеймона Лепешинского, «Старонка великаго життя», дзе он выступил, як саутар и режиссер, мил велізный поспех не только у Республицы, але и во усім былым Советским Союзе. Гэты твор отрымаў узнагароду «Золотый бурштин» на усе саюзным конкурсе. Вадзіма Дымяновича калеги запамнілі як неардынарнага, тренавітага майстра, аптэмістышнага і житцелюбівага чалавека, які цалкам аддаваў сябе любімай справі. Мы были в поиске, мы искали, мы находили, мы спатыкалісь, мы падали, но шо-то находили. Уже здесь проще щас вам рабу, вапрось, творит только. Памість про яго назавсёды застанецца ў серцах сяброў, вушняў і паслядовнікаў. Яго імя зоймя достойнае місца ў гісторіі тэлі бачыня сірод тых, хто рабів яго сапраудным мастаствам. Пратягваўм выпуск. Вось Магаліпіня православная царква знашыць дзень паміці святых благаверных князёв Пятра і Фяуронії, мурамскіх судотворців, православных заступнікаў сямьі і шлюбу. Напереды дні святошныя мерапраемства знагодай Дня Сяміі, Любові і Верності адбылося ў Спаса Прабражэнскім Храмі Гомеля. Як прашлі святошныя урашыстасці, ведыя Святлана Князева. У Спаса Прабражэнскім Храмі Гомеля ў дзень памяти Пятра і Фяуронії традиційно ладзіцца святам. У гэтым годзі прыхажанам пасасила пакланіцца іконе з можчамі святых, шлюбны саюз яких лішыцца узорам хрысіянской сямі. Перад пачаткам Боскай Літургії адбылася ўрачыстая сустрэча святыні. Вялікая колькась людзей, зверы і надзеї надапамогу ў стварэні сямі, ў перадоліні сямейных праблем, нараджыні і выхавані дзятей пранікліва зверталася до Пятра і Фяуронії на працягу ўсяго дня, пакуль ікона з шастіцай можчав знаходзілася ў храмі. У гэты ж святочны дзень інформаційныя буклеты нагадалі прыхажанам аб тысяжагодзі з таго моманту, калі пайшоў з жыцця святыру на апостальны вялікі князь Уладімір, які прынёс свет хрыстовай веры нашым прадкам. Широкое святкавані Дня Сям'ї, Любові і Верності разгорнулася на тэрэторіі храма. Усіх прысутных павіншаваў настоятель храма протайрэй Олег Кастраман. Ашмадзетным сім'ям падарыў символ свята букеты рамонкаў. Святочна астройстварала концертна праграмма ад дятей і дарослых. Мені панавялась, как ваступалі цыплята і как ані паймалі чайвяка. У гэты дзень тут кожна збознасті заняток па душе. Дзяўчаты праводзіли майстер-класы па вышутцы. Хлопцы дэмонстравалі умені разьбы па древі. Небыякавая да вырабаў з бісеру і музычных інструментаў з глины мели махшымаў іх набыць. А яше можна було навушыцца збіраць апраудныў кальчугу і навад паспробаваць нешта выковаць. Гастіныя жахспады не частавалі смачны горбатай. Замечательны празнік, замечательна організація празніка. Хочу паздравець гамячанцца этим празніком, пожелаць терпіня, любви, благополуччя всем семям. Любите друг друга, цените. Сімбал свята ў гэты дзень был на твары кожнга дзіцяті. У прамым сэнься слова. Дзяўчаты з маладёжныў суполкі храма малявалі рамонкі ўсім жадаючым. Забауляў дзяцей, весёлых адулист Аляксей. Дарослых шакаў сапраудны іспыт. Пачас викторыны ведучше высветлялі на колькі мужі і жонкі ведаюцца адзін аднагон. Пераможцы атрымалі падарункі. Дыплом настоятель храма уручыл і пераможцам конкурсу на лепшай семейнае фото. Святаўчарговы раз подтверділа. Агульныў мы – залог семейного поспіху. Это чудесный день, када можна почувствовать именно ту семейну любовь. И в этот день хочеться пожелать всем любви, верности, и чтобы семьи были крепкими, неразлучными, и для них был рай шалаше. Светлана Князьва, Сергей Лукашук, Телерадоў компанію «Гомель». І на праканцы выпуску коротка про надворье. По інформаціў областного гидрометацентра, яно на гэтым тыдне будзе доволі пираменливым. У ближайші суткі прогнозуецца пираменная воблашность. Уноші месамі короткошасовы дажы, макшымы на вальнице. Удень пираважна безопадка, у ветер пауднёвы с пероходом на заходні, шатыры 9 метров за секунду. Температура поветра уношы складе до 21, удень до 28 градусів тепла. Усераду, удень месамі прогрымяць на вальнице. Паветра прогреется удень до 35-36 градусів. Дажы на вальнице шакаюцца и у наступные дни. Спякота пойде на спад, калівчатвер прогнозуюцца каля 27, то у пятницу и суботу уже до 22 градусів тепла. У неделю опадки спыняться, у нашы будзі до 13, у день до 25 градусів. Новини регіона, інформацію о проектах телерадио-компанії Гомілі вы можете знайсти на нашым сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго і до зустрічі у ефіре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова